Родивший не есть еще отец, а отец есть родивший и заслуживший. Фёдор Михайлович Достоевский. Меня зовут Екатерина Землянова, и это проект «Живые души», где мы учимся жить в гармонии с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней нашей встречи – включенное отцовство. Кто такие современные отцы и чем они отличаются от отцов предыдущих поколений? И поговорить сегодня с нами об этом Антон Черепанов, клинический психолог, музыкальный терапевт и включенный папа. Привет, Антон! Спасибо, что решил поговорить со мной на такую тему. На самом деле не очень очевидно. Мне было достаточно трудно объяснить, почему важно об этом говорить. Я, когда про включенное отцовство говорю, привожу один супер важный, на мой взгляд, аргумент про уровень мужских суицидов. По данным ВОЗ, что во всех странах уровень мужских суицидов всегда выше, чем женских. И научно доказанный факт, что в тех странах, где мужчины включены в бытовые дела, в родительские дела, что уровень суицидов значительно меньше. Поэтому мне кажется, супер важно, что есть люди, которые и в нашей стране готовы поговорить об этом, сделать, видимо, явно эту тему. Но мне хочется, первый вопрос, ввести этот термин. Что такое включенное отцовство? Как ты объясняешь для себя и для других словосочетаний? Кать, спасибо, что ты пригласила, потому что мне правда важно и приятно говорить на эту тему. И эта тема действительно не очевидная, она вне информационной повестки. Для меня включенное отцовство – это включенность мужчины и в дела семьи, прежде всего, в дела своей жены, и в дела всех тех обязанностей, которые традиционно считаются женскими. Я имею в виду и быт, и воспитание детей, и какие-то, знаешь, психологические разговорщики про отношения. Я уверен, что мужчина со своим прагматизмом, со своей рациональностью во многом может решать очень эффективно эти вопросы. Включенный в воспитание детей, отец – это 100% усиление семейного воспитания, счастье и для ребенка, и для жены, и для самого отца. А как ты себя осознал? Включенным отцом? Или это был какой-то осознанный, сознательный выбор? Ты знал, что есть такая модель, ее выбрал? Или как это в твоей жизни произошло? Нет, слушай, у меня это было связано с таким экзистенциальным поиском, а точнее, знаешь, есть модная тема – поиск своего предназначения. Вот и я тоже решил свое предназначение поискать. Ну, как музыкальный терапевт мне казалось, что я его уже нашел, но что-то денег как-то не так много приносил. Я думаю, может, поискать предназначение где-нибудь еще в другой сфере. И пошел на тренинг, который, ну, как предлагают коучи, психологи обычно, меня глубоко погружал на контакт с собой, со своими ценностями. Я осознал, что семья для меня действительно не декларативна. Это правда какая-то моя ценность. Я правда к этому шел не один год сознательно в поиске и выборе для себя партнерши, в воспитании в себе каких-то мужских качеств, чтобы стать достойной партией. И, наконец, даже мое психологическое образование. Ну, в общем, все это было зерно на мельницу, чтобы понять, что вообще семья и отцовство правда важны, если не основная часть моей жизни. Я понял, что наряду с профессиональными идентичностями моя семейная роль играет не меньшую, но равную, а может быть и большую роль. И это, знаешь, был такой момент прям инсайта. Я это осознал. И когда я это понял, я стал спрашивать себя, почему же, если для меня это так, я живу как-то иначе? Например, больше времени трачу на работу и так далее. Ну, и уже стал пересматривать свою модель поведения. А как ты думаешь, вот анализируя опыт свой клиентский, исторический, как так получилось, что женщины по умолчанию включенные, а отцам как-то специально нужно повключаться? Конечно, мы сейчас говорим в контексте детей. Само материнство, рождение ребенка, вынашивание ребенка и период младенчества на грудном вскармливании создает ту интимность, ту связь, которую мать чувствует со своим ребенком. И, к слову, это не только ребенок привезен к матери. На волне окситоциновой любви к своему младенчику они, ну, как бы все остальное забывают. И многим женщинам в современной России, правда, не так важно, там, чего-то там, бороться за что-то или продвигаться в карьере. Семья и быт их вполне устраивает. Традиционная модель русской семьи – это мужчина-добытчик, женщина-домохозяйка. Во многом, ну, вот этим тоже это обусловлено. Но время меняется. И меняются ценности. Ценности гендерного равенства – это не только в этой Европе, да, это и у нас тоже так. Я все больше в своем окружении вижу людей, которые понимают, что полноценность жизни обусловлена этим work and life, да, балансом между жизнью и работой. И вот в случае женщины, мне еще примерно понятно, можно чего-то там, да, придумать себе какое-нибудь оплачиваемое хобби для начала. Может быть, со временем такое хобби может перерасти в какой-то бизнес или в свое дело, что-то, работу. Но как это для мужчины устроено, я вот не очень понимаю. И есть такое понятие, очень распространенное – воскресный папа. А то-то-то. Знаешь, что такое? Поясни, пожалуйста, да. Мужчина, который работает 6 дней в неделю, имеет один выходной день. И мама в этот момент, ему чуть ли не вот так вот на руки детей, потому что это единственный день, когда у нее есть возможность, ну, что называется, посвятить время себе. Поехать встретиться с подругами, какие-то уход за телом, уход за своей душой, да, экология своей души. Ну, в общем, как-то по-разному женщины это время проводят. И я все больше вижу мужчин, которые не с испугом берут таких детей, да, а с какими-то подготовленными, интересными активностями. Куда-то вместе поехать, чем-то вместе заняться. Ты права, и я полностью согласен, что мужчина, который вовлечен в дела своей семьи, это намного более устойчивый эмоциональный мужчина. Потому что у него, кроме этих дел и денег, есть еще что-то, что-то незыблемое. И даже если на работе или там в бизнесе какой-то крах, а у нас такое происходит часто, то есть сфера моей жизни, в которой такой островок безопасности, любви, комфорта работает ровно настолько, насколько я сам вложился в создание для себя такого тыла, такой основы. То есть это становится опорой большой жизни. Абсолютно. А вот с чего начинается практика включенного отцовства, с какого момента? Я на этот вопрос отвечу как психолог. Да. Когда мужчина понимает, буквально прочувствует и даже может быть как-то через болезненные свои воспоминания проходит через понимание того, что в его жизни не хватало отца, не хватало его включенности. Вот в этот момент возникает очень важный момент, когда можно с одной стороны, через эту обиду, злость, начать делать что-то такое типа антисценарий, а вот я буду все по-другому делать. И это, конечно, не приведет к хорошим последствиям. А можно начать этот опыт как-то осмыслять, ассимилировать, прорабатывать, как мы это говорим. И будучи проработанным, этот опыт дает ясное понимание, что у отца, ну, например, у моего отца не было другого варианта. Он жил в другое время, в другой культуре. Тогда не предлагалось ему пойти, например, в декретный отпуск, или женщина не могла иметь столько же возможностей, сколько и сейчас. Все-таки сейчас изменились ценности, изменилась культурно-историческая ситуация. И я могу с пониманием и уважением к выбору своего отца, например, только зарабатывать деньги, или даже если он не просто не принимал участие, а даже вышел из семьи. Мы знаем многих травмированных разводом родителей таких мужчин, которые вообще не имели перед собой какого-то образа поведения мужчины. Каким должен быть мужчина не то чтобы в семье, вообще. Как он ведет себя со своей женщиной любимой, как он ведет себя с другими людьми, как он общается. Вот мы и получаем вот эту какую-то модель дикого самца, который только умеет силой доказывать свою правоту. Яйца, табако, перегар, фащетина. Это Шнуров, да, нам как раз на счет настоящего мужчины. Настоящий мужчина, он не такой для меня. Для меня он такой, каким я сам стал устраивать его в момент, когда я понял, что поиск моей мускулинной модели, он может отличаться от традиционной общественной. Да, я стал, соответственно, больше включаться вообще во все вопросы, которые традиционно считаются женскими. Например, семейный бюджет. То есть я пионер ведения семейного бюджета в нашей семье со дня ее основания, еще на этапе планирования. Воспитание детей. Мы с женой всегда обсуждаем вопрос среды для развития ребенка, образования. Я участвую в нем не меньше на равных вместе с женой. Например, мы сейчас ходим в Монте-Сорио среду. Два раза в неделю один день ходит моя жена, один день хожу я. Ну, ребенок пока в таком возрасте, что мы ходим на совместные занятия с родителями. Меня радует, кстати, что там есть и другие папы тоже. Это очень отрадно видеть. И знаешь, такое еще увидел, что как только женщина видит на занятиях папу, а иногда она видит его впервые, она приходит домой и уже на следующее занятие. Так создаются нормы. Так создаются нормы, да. И на самом деле я не про то, чтобы там создавать какие-то нормы, но мне так комфортно. Я нахожу себя в этом, мне вообще классно в этом. Я правда люблю возиться с ребенком. Это дает мне много положительных эмоций. Я люблю свою дочку, время с ней. Для меня это не тягостно. Как я еще мог бы включиться и что, ну, как бы на этот счет можно сказать о других. Наверное, у каждого это происходит по-разному. Я тут не могу дать какого-то универсального ответа, как это может включиться. Но через понимание важности отцовской роли, я думаю, вот оно проходит для всех. Мужчина очень важен, ну, правда важен. И так же, как важна женщина. Ну, как бы женщина априори по умолчанию очень важна в вопросах семьи, а мужчина как будто бы не так сильно. И вообще это все, знаешь, меня сейчас наталкивает на мысль о кризисе. Ну, вот этот пресловутый кризис семьи, где-то огромное количество разводов, вот эти дети, которые там не имеют перед собой каких-то адекватных... Ну, я имею в виду, что... Ну, знаешь, сейчас много там ругают детей, что вот у них там нет, не знаю, мотивации. Ничего не хотят. Ничего не хотят. Они хотят только сидеть в телефоне или что-то в этом духе. Это вопрос к нам. А какие мы родители? А что мы транслируем? И что мы транслируем в нашей совместности? Вот в нашей... Кто мы как пара? Кто мы как пара? То есть кто ты как женщина и кто я как мужчина? И как только ты понимаешь, что ты как женщина, не только домохозяйка, и не только мать, но еще общественный деятель, профессионал, специалист, эксперт. Это дает мне возможность, ну, как в зеркале, тоже переосмыслять свою идентичность. Я, возможно, такой же домохозяин. Вот к вопросу домохозяйства. Хозяин? Кто в доме хозяин? И что это вообще значит? Понимаешь, все перевернуто. У нас, с одной стороны, как бы вот стучащий кулаком по столу этот мужчина, который... Просто власть, чистая власть. Да, говорит, естественно, я в доме хозяин. Хозяин в доме? Ну, будь добр как-то. Организуй тогда в своем доме все так, чтобы оно там убиралось, готовилось, вовремя функционировало, проверялось. Почему-то в доме хозяин традиционно, да, передает эти роли женщине. Странно, правда? Да. А не встречает ли осуждение, ну вот, в мужском мире, вот эта новая модель включенного отца? Мужской мир, это что такое? Ну, вот мир пацанский. Мужских, как бы, вот без женщин, когда мужчины собираются, там же все равно своя атмосфера немножко. Вот, не осуждают ли, потому что все равно, как бы, для мужчин, женщина, она другая. И быть похожим на женщину, это что-то постыдное. Как баба, это у нас все-таки оскорбление. И если мужчина берет, прям, включается в женский функционал, в женский условно, да, потому что это просто функционал, то мужчины могут, ну, как-то осудить это. Это моя фантазия или реально? Слушай, ну, мне это больно слышать. Я думаю, это не твоя фантазия, все-таки это отражает реалии. Быть как баба, это стремно. Ну, здесь, например, показывать свои чувства, да. Вот мужские слезы, там, какая-нибудь отдельная могла бы быть тема для разговора, вот в этом направлении. Ты знаешь, я не посещал каких-то традиционных мужских собраний, ну, и как я себе это представляю? Там, наверное, тоже есть традиционная модель, есть модель все-таки какая-то более современная. Я когда вообще задался вопросом своей гендерной идентичности, но в том смысле, а кто я как мужчина? То есть у меня не было вопроса, что я мужчина, но какой я мужчина и как я вообще должен выставить? Я не знал. И вот давай про мужской мир сначала. Я решил такой прям проект сделать, мужской клуб. Все мои знакомые сказали, это мужской клуб, Антон, это нечто другое, чем то, что ты собрался делать. А я что думал? Соберемся без алкоголя, под чай, пообщаемся, поговорим душевно, может, съездим куда-нибудь вместе, там, потренируемся, доброе дело сделаем. Я как бы в своих инфантильных проекциях не знал, что мужским клубом называется то, где они там курят кальян и вызывают девочек. Причем вызывают девочек, это как бы основное. Если ты мужской клуб забьешь, это будет обычно такой какой-нибудь стрип-бар или что-то в этом духе. Я с удивлением обнаружил, и мне как раз хотелось поменять немножко эту семантику. Мы так и оставили название мужской клуб и собирались с пацанами, чтобы по-пацански поговорить о бизнесе, о семье, о духовности, о здоровье, о спорте, ну, там, много чего. И ты знаешь, вот поскольку я сам, наверное, в этот проект много вложился, то это не встречало осуждения. Наоборот, парни прислушивались к моим рассуждениям на тему того, что я могу занимать более активную роль в семье. Но какую? И это уже у меня был вопрос к ним. И, например, все единодушно говорили о том, что какими-нибудь спортивными занятиями, например, ну, отцу вообще классно заниматься с детьми, причем даже если это девочки. Каким-нибудь, знаешь, способами семейного отдыха, досуга, ну, организации я имею в виду этого, тоже всем классно. То есть в этом нет чего-то постыдного, наоборот, мужчины с радостью включаются в это. Ну, и, наконец, интеграция как раз рабочих моментов в жизнь, она тоже может происходить. Например, те отцы, которые уже были в клубе, которые, ну, как бы уже воспитывали своих детей, говорили, что, о, а я там своего возил на работу там. Ну, что-то такое. И вот в последнее время я вижу, что это тоже тренд определенный. Сейчас в общественных пространствах, вот это раньше называлось kids-friendly, да, где можно, ну, простите, пописать и попить водички, это, ну, как бы, такое место должно быть везде, да, в любой городской точке, чтобы не смотрели косо там на семью, которая приходит друг с ребенком, вот так вот вваливаясь, не делая, например, заказ, если это кафе, но просто пользуясь туалетом. Это до сих пор, ну, кажется, немножко так, осуждаемо. Говорится о семейных спотах. Family spot – это такое пространство, где и для мужчины, и для женщины есть возможность и отдохнуть, и поработать, где есть точка доступа, Wi-Fi, если тебе нужно что-то срочно сделать по работе, где есть детский уголок, и всегда можно поиграть с ребенком вместе, понимаешь? Ну, для семьи, в которую вообще интегрирован ребенок, это очень важно. Это вопрос нашего постепенного осмысления того, что включенность родителей в воспитание детей предполагает и переосмысление вообще, ну, как бы, социума, культура, городской среды. Вот урбанисты, например, в Москве уже давно говорят, что это не особо приспособленный для жизни с детьми город, но это они не были в других городах. Я имею в виду катать коляску, да, вот, иметь, да, 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 причем это, ну, как бы, в контексте маломобильных людей в основном обсуждают, там, пандус – это для людей на коляске. Нет, попробуйте пройтись по улицам нечищенного от снега Барнаула с коляской, ничего не получится. На санках, может быть, если не свалится малыш. И среда, которая есть, и общество, которое есть, оно достаточно хорошее, чтобы включаться. Да, может быть, я ловлю на себя какие-то, там, критичные взгляды, но порой это становится полем для моей собственной проекции и моего личного стыда. Это же если я сам чувствую, например, свою неустойчивость в моменте, когда я, там, ну, не знаю, сижу с ребенком, а не зарабатываю деньги. Тогда я думаю, ну, что же я за отец такой, не могу заработать, да. То вопрос, а как мне с тем, что, например, моя женщина при этом может заработать, что она адаптируется к этим изменившимся условиям, что она оказалась более стрессоустойчивой, да, и смогла найти себе новую роль, новое место и новую идентичность, чтобы зарабатывать. А я оказался более ригидным каким-то, да, зажатым и даже, ну, просто оцепененным, да, потому что я реально не знаю, чего делать. Я знаю многих мужчин, которые, реагируя на стресс, именно так и адаптируются. Замирают, ну, либо, там, борются, бегут куда-то тоже. Я думаю, что женщины в этом плане вообще намного более мудрые и гибкие. Жизнь воспроизводится благодаря женщинам, и поэтому уметь прислушаться чутко, как-то соностроиться с женщиной, вот с этого и начинается включенное отцовство. Класс. А с какими сложностями, вот ты говоришь, у тебя был клуб мужской, к тебе приходит, я думаю, что много мужчин-клиентов, потому что чаще всего, ну, к мужчинам, мужчины больше тянутся и доверяют свою уязвимость. То есть, с какими вообще сложностями сталкиваются мужчины в своем отцовстве, какие уязвимости они доверяют себе, там, как терапевту, какие вызовы. У меня немного мужчин-клиентов в практике, больше женщин. Как раз, наверное, потому, что им очень хочется общаться с мужчиной-носителем таких ценностей, которые близкие им, откликаются им по духу. Я не знаю, думаю, что кризис, кризис мужчины, он связан вот с нашими как раз культурно-историческими пластами. Вот, мы сегодня с тобой перед интервью немножко говорили о родовых историях. Это важная тема, это очень важный пласт. Да, посмотрим вообще на то, какую роль мужчина выполняет, ну, сейчас и выполнял буквально там вчера, позавчера. Имеется в виду наши отцы, наши деды и наши прадеды. Вот Вторая мировая унесла жизнь не стольких мужчин, что те редкие, вернувшиеся с фронта, стали вот сродни иконе. Сверхценными. Конечно. Пусть он какой угодно там хромой, контуженный, пьющий, но есть. И слава богу, и отсюда все бабушкины послания про то, что там цени мужчину, какой был, не был и так далее. Да, да, хоть плохонький, но свой. Плохонький, но свой. Потом следующее там поколение, да, которому нужно было вот... Отстраивать все заново. Отстраивать все заново и все-таки включаться в производство прежде всего. Это вот тот мужчина-добытчик, который с утра до вечера работает. Это вот, ну, наверное, поколение все-таки наших родителей, потому что, ну, как знаешь, меня учила полоска света. Да, 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 из кабинета отца. Вот я не за такое воспитание. То есть я предпочитаю работать после того, как я уложил своего ребенка или до того, как он проснулся. То есть чтобы его учил живой я, а не полоска света. Ну, и мы как бы приходим к третьему, да, понятно, что у нас может все откатиться и опять будет все плохонький свой. Но как бы мужчина, кажется, не может найти себя, потому что он хорошо находит себя где-то, когда нужно включаться, как сильный, властный, агрессор, мужественный, да. Это он про себя знает уже, что он это умеет делать. Он про себя уже знает, что он может зарабатывать, может добывать. Но возможно ли мужчине быть чувственным, быть живым, возможно ли мужчине быть харизматичным, сексуальным, нежным, без мачизма, а вот с этой аутентичностью? Готова ли женщина позволить ему быть таким? Вот тоже хороший вопрос. Я, знаешь, думала про это. И мне кажется, что у нас включенное отцовство, может быть, еще не так развито, это еще во многом из-за женщин, что, ну, как бы нас воспитывают, что мать самое главное, это мое. Вот, а если я вот то, что у меня делает женщина, еще с кем-то разделю, что же я за женщина такая, да, это же тоже проблемка большая. Конечно. У меня был смешной случай, я с соседкой встретился на лестничной площадке, и, ну, вижу, что они такие веселые, немножко подвыпившие, и я им говорю, с праздником вас. И она, и вас тоже. Это 8 марта было дело. И такая поняла, что она, как бы, сказала глупость, и рассмеялась, и, типа, застыдилась, такая, я уж не стал с ними вступать в полемику, но подумал, что, вообще говоря, это и мой праздник тоже. Я его чувствую так же, потому что я тоже отмечаю день борьбы за равенство полов. Включенное отцовство – это один из инструментов такого равенства. Я в нем ничего стыдного. Более того, я в нем вижу прогрессивность, возможность для общественного развития, развития общественного блага. Я уверен, до этого выиграют наши семьи-то уж точно. Сейчас, знаешь, одна из гипотез, почему женщины включаются в родительскую роль активнее, это то, что, ну, вот считается, что существуют инициации у мужчин и у женщин, и что одна из инициаций женских – это вот именно роды. Что вот она проживает роды, ну, неизбежно включается, да, на природном, биологическом даже уровне. А мужчины, соответственно, не имея этого опыта, кровавого, болезненного, там, и так далее, поэтому чуть-чуть вот дистанцируются прямо в этот момент. И сейчас набирает тему, набирает популярность совместные роды. Расскажи твое отношение про это. Является ли совместные роды частью включенного родительства? С моей точки зрения, да, однозначно да, и больше того, вот эволюционная, ну, обусловлено, что все муки родов, самка проходит сама. То есть мужчину, как-то, ну, странно было бы... И в традиции тоже так было, в баню ушла с поведухами, типа, и все. Тут, смотри, на самом деле это не такой простой вопрос, как кажется. Я за то, чтобы мужчина участвовал, и больше того, когда только родилась наша первая дочка, вот буквально в первые минуты, там, знаешь, есть документ прикладывания, прикладывания к груди. И я был немножко удивлен, но убедился, что это правильно прикладывали не только к груди мамы, но и к груди отца. Ну, с объяснением того, что малыш сразу же воспринимает этот запах, да, этот запах тела как родного. И вот этот момент взвешивания, измерения роста, даже потом обрезание поповины, знаешь, этот кусочек остающийся. Это все делал я, и вот все время вот держал этого кричащего малыша. Произошел ли какой-то особенный момент инициации в этот момент, я не знаю, не знаю. Но у моего ребенка точно произошел какой-то импринтинг роли папы. И поэтому, знаешь, ну, конечно, это меня поддерживает очень, когда дочка может там папа звать вот там меня, да, в какой-то ситуации, когда ей там нужна помощь или нужно ей пожалеть что-то такое, не только маму. Это очень классно. Но сама тема, вот мы проходили курсы подготовки как раз в таком центре, который вот эти идеи продвигает. Я столкнулся с закрытостью этого женского мира из женского сообщества. С одной стороны, да, декларативно на уровне, как бы, мы приглашаем и мужчин, и женщин. Ну, приходите к нам, мы вам выдадим сертификат, что вы там такой папа, который прошел подготовку. А с другой стороны, женский мир не особо готов, потому что он очень осторожно реагирует на любые комментарии мужчины. Как колкие, едкие, оценивающие, женщины сразу защищаются от любого просто, ну, вопроса, высказывания мужчины. И поэтому, ты правильно говоришь, женщины, они не готовы, они очень осторожно относятся к мужчинам. Ну, даже вот в феминистской повестке борьба за свои права иногда, я думаю, ты знаешь такие случаи, превращается в борьбу с мужчиной буквально. Ну, это, конечно, далеко от разумного понимания того, о чем мы говорим. Поэтому я за совместные роды, я за осмысление тоже какой-то мужской роли в этом процессе. И более того, я за то, чтобы это была какая-то сфера, в которой, да, важна женщина. Например, доулы, акушерки, это традиционно женщины. Но так же, чтобы были и мужчины-врачи, которые как-то разумно понимают, что это такое. И поддерживают участие мужчины в родах, отводя ему нужную для этого роль. Ну, вот как нам сейчас доула говорит, моя роль поддержать женщину, твоя роль встретить ребенка. Класс. У меня уже есть тот опыт, я уже знаю, как это делать, я готов. Понимаешь? Вот как-то так. Хотела бы спросить твое отношение к тому, что называется «Мужской декрет». Что ты знаешь про это? Как происходит в России и мировая практика? Про «Мужской декрет» мне как раз очень помогла разобраться вот эта книга. Называется «Nordic Dads». Здесь собран опыт как раз жителей скандинавских стран, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Фарерских островов и России. И я с удивлением обнаружил, что опыт российских отцов пока не такой богатый, потому что это сравнительно новая тема в России. А в Норвегии, к слову, в Швеции с 60-х, 70-х годов уже на законодательном уровне закреплен вот этот отцовский отпуск. Это квота, которой может воспользоваться только мужчина. И если он не пошел в свой отпуск по уходу за ребенком, он просто сгорает. В России такого обязательства нет, но у нас очень прогрессивное законодательство. Мужчина наравне с женщиной в течение первых трех лет жизни ребенка может брать декретный отпуск, сохраняя свое рабочее место и свою зарплату. Далеко не все, скажем так, работодатели знают про это и вообще мало кто. Но это факт. Это правда факт, который возможен, если женщина официально трудоустроена, ну и между нами говоря, если она зарабатывает достаточно для того, чтобы мужчина мог пойти в такой декрет. Кстати, декретный отпуск не обязательно брать целиком, сразу, уходя из всех рабочих процессов, скажем, на 6 месяцев или даже больше. Речь идет о дополнительных днях выходного, которые отец может с работодателем проговорить и в счет декретного отпуска также взять, работая буквально половину недели, а всю вторую половину недели проводя время с ребенком. Может быть, есть какое-то упражнение или какие-то ключевые три вопроса, которые будущий папа может себе задать, чтобы как-то настроиться. Смотри, вот ты говоришь, будущий папа. Или практикующий уже. Вот. Смотри, есть очень простая практика. Практика посчитать свое время, которое я провожу, используя разные активности. Вплоть до того, что может быть буквально 15-минутный такт. Ну, час это максимум. Каждые 15 минут, 30 минут или час своей жизни делать небольшую отметку, чем я занимаюсь. И провести такое наблюдение хотя бы за одним полным днем своей жизни. Он может дать ответы на критически важные вопросы. Чему конкретно я посвящаю время своей жизни? Я могу сколько угодно говорить о том, что мне важна семья, я за включенное отцовство, я готов поддерживать свою жену или там брать часть обязанностей на себя. Но факты, время – такая вещь очень упрямая. О, да. И поэтому я рекомендую мужчинам посчитать, сколько времени своей жизни они проводят на работе, сколько времени проводят в отдыхе, общении с друзьями, посвящая время хобби, сколько времени проводят со своей любимой, сколько времени проводят с детьми и сколько времени занимаются домашним хозяйством или что-то в этом роде. И последнее, что я хотел бы сказать, что включенное отцовство – это осознанное отцовство. Осознавая, сколько конкретно времени я провожу со своей семьей, я понимаю, насколько для меня это важно. Класс. Спасибо большое за такой содержательный и душевный разговор. Хочется верить, что включенных отцов станет больше. А следующая наша встреча будет посвящена аутизму. Что это за особенность, с какими вызовами встречаются родители и что такое инклюзивная школа. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok